Почему психопаты всегда готовы к драке, а цивилизованный культурный человек не всегда? Вот мой тебе ответ, Павел. Очень просто здесь все. Дело в том, что у психопата, у него очень вот это вот представление о границах, оно очень распылчатое. Подвижные границы психики. Психика очень такая лобильная, мобильная, то есть неустойчивая. А у цивилизованного человека нормально, культурно воспитанного человека, у него есть четкие границы, у него есть понимание. Это вот моя территория, это вот мое, а это вот чужое. То есть уважение границ и прав другого человека. Это вот когда культурные люди воспитанные, когда они живут в обществе, они как бы понимают, что лучше жить тихо, мирно, уважительно. Это будет и безопасно, и комфортно, и рационально. И, кстати говоря, недорого. Потому что если вы начнете какие-то заварушки, войны, не будете фильтровать свой базар, будете кидаться на всех, то это чревато. Но чем чревато, ребята? Во-первых, вы можете попасть в тюрьму, во-вторых, можете нарваться на пулю, там, на ножки, на какие-то вот, даже если вас не убьют, вы что, вы можете, вас могут покалечить. Соответственно, это лекарства, это всякие операции, это всякие больнички. Проблем до хренища. И вот это если, ну, и вы можете причинить зло или, я не знаю, добро, в кавычках, да, и вам тоже самое могут сделать. Лучше все решать мирным способом, мирным путем, а это и есть цивилизованный подход. У психопатов другие ценности. У них, как бы, вот мир, ну, у них искорежено это все. У них все это очень нестабильно. И другие ценности. То есть для них это неважно. Мир, покой. И наоборот, по кайфу, когда вот какой-то драйв какой-то, иначе скучно, скучно. Депрессия, таска начинается. Ей нужен какой-то кайф. Кого-то мучают, когда вот, ну, вот эти вот психопаты, садисты, да, они от этого испытывают наслаждение. Они от этого ловят кайф, они от этого ловят, ну, радость, счастье. Почему я так уверенно об этом говорю? Да потому что, не то чтобы я там сам психопат, да, но где-то такое есть у него социопатическое, ну, или было, по крайней мере, когда-то. Когда я переступал эти границы, о которых я вам говорю, эти социально обусловленные границы, установленные между людьми в обществе, я их тоже где-то так, ну, переходил, так или иначе, да, там, вторгался куда-то, да, там, в разные вот эти вот. И этим можно увлечься очень сильно, то есть это прям реально поглощает, потому что ты, ты кайфуешь от вседозвольности, ты начинаешь балдеть от того, что ты можешь, а другие не могут, то есть чувство гордыни такой, да. Потом ты начинаешь испытывать удовлетворение от того, что, ну, вот это вот ты делаешь своими руками, да, а он не может, то есть ты его сильнее, вот, и ты можешь еще. Это очень такое даже, ну, сладострастное чувство, понимаете. Но это ненормально, конечно, с точки зрения социума. А у психопатов, она вот как бы на этом вся жизнь построена. Иначе они вот ходят такие в горюницу, у них начинают какие-то там тревоги, депрессии, им нужно накопившуюся энергию куда-то сбросить. Они легко переступают эти границы. Они не видят вас вообще человека, кстати говоря. Психопаты, социопаты, вот эти все ебнутые. Они видят только себя, у них очень раздутое эго, они думают только о себе, о своих переживаниях, о том, что они такие несчастные или счастливые. Они гонятся за впечатлением, это как наркоманы, понимаете. Они кайфуют от себя самого и от тех эмоций, которые они переживают, они не могут на себя, как в фильме смотрят, немножко отстранены со стороны. Какой я крутой, я здесь, вот этот вот нарциссизм, такое любование собой. Это вот то, что я, ну, просто никакому врач-психологу говорю, он просто, чисто практически, как, я чувствовал такие ситуации, когда у меня такое бывало. Как я вижу, остальных видел, таких же тоже ребят, ну, ебнутых. Вот, вот так они себя ведут. Социопаты, психопаты. А цивилизованный человек, он знает в этой рамочке, вот в этом проблема, кстати говоря, цивилизованного человека, что он слишком его задвинул в эти рамки. Это реально очень крутой фильм, я имею в виду Джокер. Нам объясняются мотивы, причины, как человек стал таким, почему он пошел на это. И аргументы, которые оправдывают, ну, не то, чтобы оправдывают, они нам показывают, как это все получилось. И мы понимаем, почему он так действует. Потому что люди цивилизованные, они зажаты в рамки, они немножко ограничены в этом смысле, да. И когда им нужно защищаться, когда им нужно вот, ну, драться, сражаться, они не понимают, что они уже вышли из зоны комфорта, они уже вышли из тех правил, которые установлены обществом цивилизованным. И они оказались просто в джунглях, где нужно вести себя, как в джунглях. Они не отдают себе отчета в том, что, ну, это может меняться все. И в том, что среди, вот в обществе, есть такие люди, которые, ну, они не совсем человеки, что ли. Они более, больше такие зверушки, что ли. Нужно уметь, то есть задача какая для самообороны? Нужно оставаться человеком, правильно, я в тот комментарий написал, нужно челом оставаться. В любой ситуации нужно оставаться челом. Вот, если вы будете челом, это будет очень круто. Для вас, понимаете, вы будете гордиться тем, что вы челом. Но этим челом нужно переставать быть, когда вы рационально, адекватно смотришь, что ситуация уже нечеловеческая. Ну, то есть, там реально психопат. Он вот, блядь, сейчас будет убивать. Какая, ну, что делать? Оставаться челом, цивилизованным, понимаете? То есть, иногда доходит до глупости, до тупости. Ну, это просто стереотип такой, шабом в башке. Надо быть хорошим мальчиком, надо быть хорошим мальчиком. Все, ребята, не надо быть хорошим мальчиком, тогда как-то, ну, это уже не работает. Подумайте об этом, давайте дальше. Поставили мое видео, позвали меня на это шоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok